не знаю как рассказать картина я версия была замечательная что бомбанули корабль пришельцев отбили атаку он взорвался и люди радуются это где а это в чате мой рай написал замечательная версия мне нравится ну я показывал разве такую да там где молнии с одного места вот да 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 совершенно подожди а вот это вот да 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 версия такая была биби тарелочку и люди радуются кстати говоря да тут у меня писали что в в небе какие-то объекты и реально вот они здесь есть хотя больше похоже какие-то облака но больше похоже даже на тарелки вот они силовые поля так реагируют искажают видимость фантазирует так по полной шучу конечно не ну вполне может быть и так почему нарушается их невидимость вот видишь они две две точно здесь есть мне интересны технологии изготовления вот таких картин потому что во первых качество качество как на фотографии реальный то есть если восемьсот пятьдесят третьем году точно был факс в crystal palace в англии на мировой выставке который изготавливал точные гравюры передовая изображение на расстояние то почему бы не иметь некое аналогичное устройство которое опять же ну используя способы аналогичные современные потому что на ничего нового нам не дают только искаженно извращенное то что из того что было раньше почему бы не иметь вот такой технологии потому что толщина красок толщина красок на таких вот гравюрах так называемых она сопоставима с толщиной краски которую мы сейчас используем в лазерных и струйных принтерах и это напыление но мало того что напыление чтобы добиться такого напыления такой толщины нужно применять методы которые ну не достигнуть вручную то есть и там нужно в порошок да ну не наночастиц но очень-очень мелких частиц и очень чистый химически чистые ингредиенты перемалывать поэтому вот люди изучали микеланджело и однозначно вывод что вручную эти картины не сделать это нечто вроде лазерного напыления но неизвестного нам были эксперименты 70-х годов в советском союзе как таким образом с помощью звука наносить звука из соли сопел и с помощью звука ну только потом пошли по пути лазеров очень много нам зарубили ведь технологии бестопрованного электричества были компьютерные компьютеры и живые компьютеры и компьютеры на воде и так далее у нас направляют забивают в это вот не природа подобная наоборот в сторону насилия над природой уничтожения разрушения взрывов и всего прочего нас направляет не в ту сферу так вот вот это вот меня просто поразило тут так все реалистично то что ну но не нафантазируешь то есть вручную уже бы немножко иначе все сделал эти все молнии все детали я думаю что это какой-то способ передачи изображения я просто анализирует видео которое ты поставил гравюру ну я вот тоже перед этим показывал одну гравюру там больше похоже на фотографию а здесь тоже тип фотографии да но возможно что действительно сделано просто по другой технологии до которая по качеству с нашей современной просто на других принципах потому что принципов там много это нам забивают голову говорят что вот вода это то что вот из крана идет за что нужно платить а вот с неба падает и там на улице в колодце это не вода где нельзя пользоваться нам сказали вот открываешь кран платишь и пьешь воду все а некоторые вообще говорят что пить можно только жидкость от только крови а кровь вот в теле соратника твоего человека и а ничего другого пить нельзя что можно пить воду и прекрасно чувствовать и воды полно нам об этом как-то забывают сказать и говорят вот в общем сужают сознание якобы никто не виноват в деревне ее можно пить да можно ну вот пей все в деревне проще там ну я образно говорю то есть говоришь едь ешь мясо пей алкоголь который является наркотиком и так далее то же самое электричество вот есть переменка другого вида электричества нет хотя это электричество это худший вид из энергий разными энергии может двигаться разные цели и это отапливать и заставлять крутиться и так далее ну тут реально мы видим смотри и работу колонн да и работу пирамид да и энергоустановки все в одно место то есть крышные генераторы они поставляют напрямую энергию в то место вот там либо излучение какое-то либо действительно взрыв то есть тут концентрирует все все энергию направляет на то чтобы взорвать кораблик ну там что-то необычное тут сохранить потом подумай ну это у меня сохранено это у меня нарезка из видео где вот три тысячи изображений я решил так у меня есть ссылка на это ё-моё а я тоже я добавил друзья кто хочет посмотреть это восьми с половиной часовое видео просто заходите у меня в описании находите эту ссылку это флэтерс бритиш саб да ну это англичанин это он поддерживает флэтерс мартин литки там у меня с ним есть контакт в общем-то мы переписываемся я с англоязычного канала да неплохой мужик так что причем там есть допустим по-моему даже твое какое-то изображение встречался потом скрин там общая база да мартин литки который флэтерс бритиш скидывает туда и каптан киорк какие-то скидывает там общаемся общаемся там много там из моего видео какие-то тоже там вырезки ну это эти скрины там он с русскоязычного много тащит у него есть помощница лена там так называемым да и она ему помогает переводить много-много на самом деле русскоязычного интернета там уже гуляет на западных а у нас вторая какая-то тенденция пошла история пи тащит все с форма stolen history такой круговорот идеи в природе замечательной да и вот если такой круговорот идеи это хорошо но когда начинают все кому не лень обвинять нас в плагиате это плохо а ты знаешь гуси всех покусал многих думаешь да 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 он первый начал всех обвинять кунгуру никого не обвиняют молодец наоборот нет ну от него тоже были некие претензии но в принципе в чем-то обоснованно я использовал его видео сослался на его видео сказал заходите смотрите там интересно про этот крымский мост эксперимент крымский мост про 15 метров глины я честно использовал оттуда скриншоты из моих видео вообще не вылазит что-то так что он там живет наши друзья работаем вместе а вот тут реально тут реально вот прямо все работает и вот как будто атака направлена вот как вот создание вот этого такого непроходимого поля энергетического до такого измом и вот реально что как будто наверху что-то взрывается объекты какие-то вот на огромный поток энергии мы видим даже нет это не огонь это четко видно что это не надо не обману хотя в принципе природа огня тоже она тоже электрическая да 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 даже как обычном огне нет или электричество смотри молнии прямо молнии не мог резан есть молнии которые идут сверху вниз это около 80 процентов на или 70 есть многие которые снизу вверх из земли есть такие ну в обе стороны ноги гуляют об этом просто просто не говорят но вот горизонтальных я не видал а тут четко показано горизонтальные причем идут из домов а мне кажется я думаю что здесь просто создается защитное поле используя вот эти генераторы кубы возьму плюс вот эти вот колонны и ротонда видишь она тоже работает да там звездные крепости были везде то что мы видим это маленький на самом деле все города были в стоячих волнах звездных крепостях абсолютно все дома стояли в звездных крепостях абсолютно ты минут подпишется да она действительно на этом она находит это везде и потом проверять действительно не может быть к люкам нужно несколько мест я проверил то есть когда после моего видео о кладбище в орле она нашла а это место я не говорил где прислала мне сверху фотки аж показал вал валы там агит вот это лучи звезды это я проверил бренку действительно так и есть это лучи звезды то есть вот все все места где вот такие обожженные камни где вот фонит энергия места силы потом про соборскую крепость она тоже нашла там пару лучей чуть в удалении да все крепости стояли вот все вот эти соборы они в центре как правило крепости звезд то есть они были в фокусе в центре стоячей волны прям вот либо не создавали место силы либо не использовали бы в гармонии соединениями этих мест силы в общем это все было единое целое я поражен на самом деле удивлен андрей иванов в огне есть электричество а вы не знали что такое фотон например или что такое процессы окисления это обмена и как раз ну условное электричеством да ну как бы сказать та же частицы но в другом образе и головы частицы и вот этим ну кто-то нам говорит что электричество это якобы электрончики бегут по проводу то есть ну а что такое электрончики это по сути материя пусть маленький кусочек на материи получается чтобы по проводам как по трубе бежит на некая жидкость то есть материя получается что там где стоят генераторы большие на с то должна быть дыра потому что там а откуда появляется энергия на проводам бежит ко мне в квартиру в квартире где стоит потребитель то есть я где потребляю должна быть гора потому что тут материя ко мне приходит и где-то остается но за чушь полный потому что мы не видим ни горы ни дыры в генераторах верно ну да то что нам сказали про эти фотончики все это это но чушь полная то есть нам какую-то сказку слепили как с историей чтобы только заткнитесь вот работает и ладно обезьянам достаточно чтобы просто ну минимально клетку в чистоте содержать а на самом деле мне кажется ну совсем иначе так у меня опять задают вопрос откуда это ну я сейчас постараюсь ссылочку прислать в чат аккуратненько выделю и шлюл вот друзья принимайте ссылку на эту подборку 3000 фотографий так вот мы продолжаем а это еще одна картинка ну какого-то какого-то не знаю это мероприятие назовем общественного гуляния народное вот и и мы тут видим известные такие антенки которые я вот недавно показывал но в центре калиниярная да огромная правда да правда она здесь действительно огромная вот просто высоченная и что здесь заметно что она тоже светится то есть вот разряды да вот эти коронарные вот они здесь на двух точно присутствуют но это как вторичка как следствие того что идут лишний выброс просто такой избыток как вот на электросети да я говорил что специально просто применяются такие же чтобы нагрузку сбавить ну чтобы не было так скажем переизбытка ты знаешь замечательная разборка есть разбор полетов как работают сети вот к сожалению статьи удалили ее суть была в том что как раз такие энергии появлялась в никуда то есть человек работал на именно лэп монтировал и там большие лэп которые высотные длинные там когда подключали генератору нужно обязательно было заземлить потому что много уже обмоток генераторов сожгли неимоверное количество подключали именно пустой кабель который висел несколько десятков километров он висит просто на этом на изоляторах но на лэпе его подключают генератору и огромный мощнейшая искра энергия из ниоткуда из него и у просто генератор все обмотки там сгорают такое было не раз при его на его памяти ну и ваша это мы тут делаем отсылку тому как когда мы обсуждали помнишь не раз с ромой откуда добыть электричество он об этом говорил что буквальных параллельно земле провод протаскивается допустим на 100 лучше на 200 метров и больше значит с двух концов до как бы просто вот идет такая разница потенциалов то есть проще говоря вот ну заземление да и энергия берется из ниоткуда вот ты об этом сейчас сказал что она просто берется вот из воздуха вкладке конденсатора крутится же планетка все-таки что делать мы на шаре мы не все знаем про этот шар но мы на шаре то есть по сути дела есть так рассудить да вот это вот проводят линии они могут вообще их провести просто так без всякого подключения к гидро аэс сказки то есть во первых сталин построил высотки для снабжения на случаях войны после войны имеет этот опыт во вторых дебаркаторы все это построены так вот эти вот 50-х годов выпуска одна серия была чтобы они перекинули провода и снабжать села до при парике доставить в любое место плюс очень много источников плюс ты этот человек говорил что количество энергии которые нужно было для заводов вот перекинутых в сибирь но не было там столько генерации чтобы впечатлить работу этих заводов то же самое в ленинграде осужденным мы знаем что заводы работали огромное количество для них нужно было электричество и работал всего одна генераторная станция 3 миновато что-то такое необходимых и 2 полюбит и т.д. и т.п. то есть там огромная доказательная база и вот самое интересное что количество вырабатываем и даже в советское время электроэнергии было чуть меньше чем официально было по статистике в сетях гуляла то есть сетях откуда-то появлялась энергия и сейчас еще куча инструкций говорят о том что там заземляет и все прочее прочее то есть лишнюю энергию сливать всячески боятся резонансов стоят огромные какие-то там штуки чтобы этот резонанс гасить и так далее то есть появляется в сетях вот по сути мы платим за воздух по сути да и много и много просто платим за то что бесплатно и много да и всегда да как сейчас за воду и скоро за воздух а за воздух мы уже платим экологические сборы и так далее написали облако похоже на каспера ну да что такое здесь есть и кстати если приблизить вот вот эти вот колечки этой антенны коллинеарной да они все чуть-чуть светится но вот эти больше всего выброса вот и ну а внизу тут везде горят вот гирлянды развешены ну свечки же написали же тебе свечки везде ну историки говорят же пишут видно же свечки прям мне интересно что вот это сейчас обновится картинка ты увидишь и да и же что-то такое серебристое но поскольку я с мобилой я очень не могу детали рассмотреть но что-то интересное да это подставка верно подставка но я просто вот не пойму что было в этих чашах чашечках твоя версия моя версия я сейчас заморочу на всяких кристаллах я думаю что она что здесь были кристаллы вот что-то за колбаса не знаю для чего вот отдельную светильник ну 99 до их штук до 9 еще 8 в ряд кто из зрителей скажет как если допустим это некий генератор звука первая версия давайте отработаем то есть там там же не только 7 над дурами там еще какие-то октавы все прочее то есть но что-то понимает и подумают в этой связи думаю что да вполне на это может быть рассчитан тем более что вот имеет тут небольшую информацию присылали что допустим на самом деле там не 7 планета 8 и даже 9 9 планет до 99 там допустим нот этих цветов то есть это все связано ноты цветы планеты может быть как-то так далее потому что нам же не все говорят допустим о системе меры нам поменяли систему мир на эту извращенную десятиричную нам поменяли систему сажений то есть убрали хотя она была очень гармоничная она для всего подходила и она замечательно вписывалась и и в звуки и в цвета и все остальное и здесь тоже самое может быть хотя знаешь но я так думаю что здесь да здесь что-то может быть именно связано с допустим лады лады звуковым даром до эту штуку цельному подняли то есть это не просто палочка на которой то есть какая-то цель у этих двух подставочек по бокам ну то есть они изолированы вот какого-то основания чтобы как-то вибрировать свободно для чего-то они подняты верно а еще знаешь на что похоже смотри они как бы как вот части яйца то есть здесь допустим стояли какие-то ну допустим яйцеобразные такие вытянутые шары ну не то что и шары а именно я яйца на какие-то или шили или шишечки да и вот они вот подходят под этот скажем объем кринать на и система связи возможно часть телепорта вряд ли потому что нет не телепорта органом управляли на энергиями это была система на настройки на ну так серьезно рогите телепорта органы были везде звуком управляли ну все делали звуком практически что это вибрация свет звука rose windows любое этот вот готический собор это просто ну чудо из чудес замечательно потому что один орган орган чего стоит это там тысячи тысячи труб и специального слова сплава там свинец цинк и все прочее определенные свойства то есть а нам говорят что неграмотные люди сделали этот орган якобы только для того чтобы для звука ну мы тогда компьютер для освещения сейчас делаем ноутбук вот я им освещаю но это глупость вам пью да кстати для освещения очень подойдет потому что экран светится и если выключить да 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 освещается комната в принципе можно даже чем сильнее нажмешь и постучишь по клавиатуре тем лучше будет освещение то же самое с органом делаем чем музыку слушаем это как микроскопом гвозди забивать о смотри алекс зарядка для камней почему бы нет кстати за допустим зарядка кристаллов то есть чем понятно что энергия была везде дополнение не хочу гадать ну я могу сказать определенно следующее что вот все что здесь стояло в каждой чаше яйцо допустим из какого-то сплава да там допустим сортуть внутри или кристалл что-то было скорее кристаллы но смотри все это убрали отсюда вот то что ты говорил про эти разные блюдечки все прочее зеркальце да типа скайпа современно были 3d изображения потому что кристаллы определенные есть таких кубы так называемых который не знает никто якобы для чего но они в некоторых церквях так называемых сохранились и там для кристалликов определенных есть ниши в некоторых кристаллики еще остались якобы для красоты но они там под очень определенными углами все проще и через них пропускали лучом к сожалению эта информация потом ушла и и они определенным образом форме то есть через них кристалликами лучами можно было создавать изображение это были 3d голограммы скажем так типа телевизор только намного круче чем у нас сейчас 3d виза 3d виза голограммы за все про видео виза того что почему бы если были телепорты вот пространство 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 то есть было одно пространство почему бы они используют тот же принцер принцип для связи то есть ты говоришь и переносится твой звук и изображение то есть ты можешь через это место просто посмотреть на другое и не нужно совершенно никаких кабелей и всего прочего создавать изображение искусстве но ты можешь просто видеть то место с которым ты общаешься оттуда и карга культ иконы и пошли да у суши вот это интересно что я почему-то сразу вспомнил сейчас друзья кто кто смотрел чарли шоколадная фабрика вот вы зря многие фильмы не смотрите обязательно посмотрите там система похоже показано очень интересно то есть там еще круче там телепортация объекта в изображении и причем это как телевизор но на самом деле даже не 3d визор а мини изображение пространство какого-то до части и но ты можешь туда руку просунуть и забрать перенесен на тебе реальный объект то есть данном случае там вели вонка он как бы там представлен таким чутковатым да просто вот захотел туда допустим показывайте шоколадку ты взял и она уже у тебя знаете там показан такие вещи таких технологий у него показано вот не просто так посмотрите она выдает фантастику зачем чтобы мы подумали что это фантастика этого реальности нет и перестали направлять свои мысли в эту область фантастика аватар это же фантастика документальный фильм нахрен это то что с нами сделали фантастики нету и об этом все таки я перейду скоро к серию видео не знаю поймет поймут люди не поймут но мое дело сказать дальше дело уже зрителей людей что дело дальше а тут да скорее какие-то кристаллы но мало информации давай дальше если есть что ей дадут у меня много всего это так называемый камин но не просто камин не зря мы сейчас говорили про органы здесь совмещенная система видите по бокам такие как бы две арфы а внутри неизвестное вида устройство но поймете это явно не камин украшены а это какой-то вот по бокам видно что низ пирамид стел вот они стеллы в общем все вместе это получается странное комплексное устройство разных приборов разных технологий все в одном общем может быть это такие украшения не за египетского царя но вот что меня здесь привлекло это фигуры этих странных египетских музыкантов смотрите мало того что они держат музыкальный инструмент хотя я не думаю что это просто музыкальный инструмент ну вот не зря же у них одеты такие странного вида юбки лет крылышки они просто испустили вниз конечно крылышки в общем мать и и они вообще почему крылышки на извините на это на попе пустили вниз и что-то это мне напоминает нечто другое на смотри почему это все вниз вот так почему не сложено за спиной чему она вниз направлено видишь наложено одно за другой как бы твоя версия моя версия я не знаю но тоже все со звуком связано что вот это вот устройство что вот эта нижняя часть для все было связано со звуком на электричество и и звуком звуком управлять то же самое с этой стороны без симметрии понятно ладно идем дальше я понимаю что это все картинки все это картины но здесь мы видим одно из тех устройств что я вам показывал и они в реальности существуют только без того что было внутри здесь представлены святая у нее в руках вот этот сион называли их да сион их почему-то назвали с каким-то шаром внутри он светится так очень-очень ярко знаете на что мне это напоминает мини ядерный такой реактор вот как вот знаете это это уже отсылка к фильму обычная обычная сфера как у нас энергосберегайка выкачан воздух и за закачаны люминофоры и ртут немножко один купол сверху другой снизу вот и он в средоточии из них того и человек еще светится потому что все на нас еще на ноги а вот это вот это из нашей серии и из нашей созывается темы любимой ротонда чем маленькая ротонда телепорт мало того сверху еще и со светильником и между ротонды и женщиной смотри на заднем фоне столб беспроводной энергетики он один стоит потому что информацию об электричестве можно проводить и беспроводным способом потому что энергия электричества это информация они физическое движение чего-то по проводам соответственно можно передавать как радио что тесла и сделал и здесь тоже самое да замечательно ротон дочка снизу стоит управляющий контур это чаша которые никто не знает которые в хреново тучи в эрмитаже никто не знает для чего они это типа параболической антенны только звук вибрация просто для красоты да конечно так так строй лежишь конечно умыться чаши только нигде нет слива та же бабуловская ванна дырочки то нету как менять воду она не для воды а еще тут вблизи светильник и мы видим что внутри вот такая продолговатая ну лампочка или вот что-то наподобие действительно люмина люминесцентной для такой лампы вытянутый так что все верно даже при таком качестве все видно очередной момент храма с двумя куполами и без крестов и без полумесяца да без всего но с двумя куполами очень похожими на что на что на допустим сан-франциско помнишь фотку вот вот оттуда похоже на купол православного храма но смотрите что тут удивляет ведь это же вообще не с одной ни с другой серии купола абсолютно другие причем снизу ведь они как бы на таких тоже как чашах стоят как цветок раскрывающийся с лепестками что сверху непонятно качество не дает нам увидеть но купола опять работают в парной системе как и в сан-франциско совершенно верно а вдали еще такое же да это везде два купола для резонанса да это на на разных стримах мы тоже разбирали но почему-то очень она привлекает это фотка постоянно и рассматриваю здесь и будочки здесь и фонарь интересно здесь даже щекать систему с колокольчиком смотрите отдельное и по бокам стоят тоже фонарики вообще это нечто и и вот те дебар кадры эти всякие да и вот и чё хочешь вообще там все вместе и еще как еще а дебаркад это другое это уже в 50-х сделали ну так скажем статьи у того что техденсор есть про по моему до 19 века тоже всякие такие пасху похожие системы много еще было надо вот видите все работало а вот еще а вот и еще что-то сколько что-то много всего кстати я почитал про рестораны мне очень понравилось для чего они нужны прям торда восстановление то есть восстановление где там с едой то даже не и дальние не харчевня именно ресторан но это рейду их приводили до рестор восстанавливать друзья встречайте автомобиль на технологии атмосферную электричество то есть электромобиль вся начинка вот эти штучки да и там допустим одну только вижу ну а здесь уже системы скажем приводящие в движение то есть электродвигатель или парочка электродвигателей ну как видите прям такая карета электрокарета вообще просто прикрепить можно что угодно сзади вот где батареи интересно не вижу упор я тоже ни одного аккумулятора может быть вот эти да чё-то не очень похоже может быть вот это либо что-то что мы не знаем потому что вот люди занимаются электромобилями ясно что эти мобили было с 19 века с конца 19 века выпускались но то что мы знаем сохранились всего лишь почему-то 910 913 сохранились работает все электродвижки якобы ну самые слабые да и сохранились реально есть музеях там я смотрел видео люди фанатеев по этому поводу восстанавливают но аккумуляторы современные то есть тех оригинальных нету странно есть все потому что там простейшие движки в общем то а вот таких вот как вот у тебя на фото не сохранилось сохранились другие отчетом с дышками мобиль статор и ротор все чаще там надо только и вот сейчас вот добавили дополнительных обмоток на обмотка славянка и увеличили там на 50 процентов мощность если не в три раза то есть можно догнать есть технологии ротовертора то есть когда там не не звездой обмотки а второй движок подключают у которого там две на генерацию 1 на работу из обмоток там же три обмотки и наоборот в основном движке две на работу 1 на генерацию идет на то есть они соединяются друг другом определенным образом то есть есть чем поиграться и соответственно запускные токи уменьшаются не нужна такая мощность для того чтобы запустить мне пишут зачем аккумулятор для движка и если есть ручной стартер да и крути все время конечно электродвигатель не электромашина это будет велосипед большой ну это мы много всего рассматривали я уж так для коллекции все это сделал и кстати говоря сразу напоминает не то видео да где работающая установка там такая же сверху антенка череп великана ну возможно что это настоящий кто его знает можно ли вообще показывать это все в прямом эфире так вот это меня и из области волновых технологий то есть вот янтра шри янтра ом мандала да то есть из рисунок и как она выглядит в таноскопе то есть так скажем фрактальная структура отображенная в воде или я не знаю в каком веществе это вы видели на заставке стрима самостоятельная установка мы тут тоже постоянно обсуждали да сколько таких антенн на всяких там храмах индийских на ступах а это можно назвать ваджра кирка ваджра кирка как куда ее использовать вот я не знаю как это что понятно то есть это не инструмент слишком тонкая работа для того чтобы что-то ею реально молотить то в то же время это вот антенна сзади говорится что-то как-то ныне энергия приходила да вот сюда приходил за его то есть чё ей делали может выжигали передавал эту энергию на штык и что дальше может реально как-то вибрационно как участвует есть вибро ножи которые очень эффективны и нереальные камень и все остальное режут просто вибрируются визы и вибрируют может просто ретти порезали камень таким образом ну должен но почему бы нет почему бы не не пофантазировать а вот те самые артефакты но внутри как видите ничего нет все выпотрошили как говорится рисунки рисунками мобильники ну да но фотографии не оспорить то есть это реальные устройства реальные атефакты да может быть действительно если просто средства связи или освещение но я думаю что слишком маловато просто для освещения или там еще для чего-то какие-то они сказку которая официальная религия на этот счет рассказывает вот это кстати я даже не знаю потому что в православный в христианском православном христианстве обычно такие вещи используют используются не используются там дарохранительницы то есть вот такие вот штуки обычно в католических соборах ну вот аналогично но дарохранительница тоже веселая история такой маленький домик дарохранительницы я думаю тоже тоже средства связи на раньше было все по-другому костюм электрика с какой-то сеткой электрика смотри да вообще это там для чего-то какой-то реактор наверное вот это реактор вот это не знаю что за штука у него к чему относится да чё он есть запускает там уж такие штуки встречаются часто на картинах и хрена не знаем на стене висит еще что-то и она антенка висит на на стене тоже как что-то при чем-то соединять и что-то включать кстати похоже на вот как обычно говорят в истории это папский крест фрактальный крест за фрактальный латинский кряж то это вот похоже мы видели но здесь уже действительно картина тоже ведь то же самое искрит молниями огоньками работающая установка вот так она все и работала момент удара электромечом противника рыцарь в полном боевом электро обмундировании почему я говорю электро потому что другу мы не знаем что еще предложить а другу не заземлен да ему попало хрясь ему тут даже протыкать не надо просто дотронулся и все и получил электроудар значит это фотография одного из так называемых акведуков и вот в тандеме с чем он работал то есть по сути дела вот это рядом башенка она стояла здесь тоже не просто так на что похоже сам акведук но на дорогу что-то мало похож дальше потому что нет продолжение полноход да то есть понятно что он не для воды там ни с одной стороны воды нет ни с другой да и дорога здесь лишний продолжается просто раса закончилась такие башенки вот такого вот винтового вида мы встречаем и на гравюрах и сейчас мы их можем найти например в той же серии это как бы не секрет что что говоришь это вавилонская типа башня про образ и строили чтобы молиться потому что напоминает вот ту самую вавилонскую конечно не иначе а вот это что такое ну тоже неграмотные бородатые мужики в лаптях крепостные строили ками на коленке при свете лучины медными зубилами до выплавляли а какой медными зубилами да или камушками камнем эти каменным топором вот такую вот фабержу сделали у меня другой вопрос что это хороший вопрос на миллион даже не на 100 тысяч ты видел как меня это валера крымский прописать еще нет соляшья еще не уже не успел но надо надо все надо поразвлекаться не с тобой мы напи я сказал дам 100 тысяч рублей тому кто покажет хоть одну статую христа которых за две тысячи лет должно быть просто немеряное количество потому что все было насквозь религиозно по всем континентам официально это версия там что пол африки европа вся и куда китая и северная южная америка и так далее но есть куча статуи очень красивых очень замечательной точности как каждая родинка видна но нет ни одной статуи христа так вот один неадекват прислал мне два новодела какое-то тело покрытое вуалью да и сбоку там явно из другого материала прилепили венок и выдают это где-то в италии за статую христа ну ладно бог с ним за христа можно любого чувака выдать вот у нас вот петра первого на коне в сандалиях почему-то изобразили назвали петр ну пусть будет петр а еще один чувак сандалии перед инженерным замком назвали павлом ну бог с ним назвать это может кого угодно вот ну и второе явно новодел реально на кресте поставили хотя тоже без всего неважно но тоже 19 век и это уже видно сделал современный материал способом там выпилили выпиливали и так далее то есть ну вот имеешь ввиду статуи на кресте на таком бетонном да на тупом примитивном кресте вот и явно там делали современным способом то есть цельного куска мрамора и выпиливали прочее то есть то качество не то совершенно там как не как похищение прозербины там где сеть вот так который никак не подделать вот такого нет где каждый локон виден и прочее но просто но обычная статуя современная залито из чего-то там не важно у меня тоже неадекват долбил долбил меня вот и сделал на своем канале а валера крымский это все повторил и типа предъявы давай закрывай канал и выплачивай деньги деньги то не жалко но это не тот случай когда вот реально статуя христа так какой канал у второго стримера называется цель назор набирайте прям ю тубе цель назор попадаете на канал ильи заходите смотрите да есть видео вот вчера буквально ночью сделал немного по поездке в турцию по муккале известное место туристическое но никто не говорит что это место свидетельство того как нас уничтожали ядерным взрывом то есть это явное свидетельство того как махенджадара только близко где явно есть все свидетельства ядерного взрыва оплавленные камни разрушены в нескольких местах колонны колонны обожженные оплавлены с одного волка и так далее прям все под ногами а предыдущие видео про то как нам делали историю в девятнадцатом веке уже не смотрел посмотри ужасный монтаж на эмоциях делал как-то в подарок состоянии но думаю надо стоит посмотреть и там много кунгурова там много кунгурова так друзья а теперь приготовьтесь вот это штукенция ну типа дара хранительница в момент работы думаете это просто фотография однако обратите внимание на нижнюю часть и на среднюю что устройство работает потому что видны вот такие всплески энергии вокруг это не просто фотография вот я не знаю тот товарищ он когда вставлял фотографию виде видео он это увидел или просто так ее вставил если здесь можно на блики это все отнести тут нижняя часть до фотографии не будет на блики что-то мало похоже в воздухе бликов не бывает до в воздухе бликов не бывает это фантастика такие блики но тогда здесь должно быть такая огромная колба или там не знаю там накрыта чем-то это виден да он совпадает с тем местом откуда снимали чтобы это было все на свету более менее замечательная фотка просто замечательно друзья вот я конечно может могу ошибаться но кажется что здесь изобразие здесь запечатлено что-то необычное по крайней мере под напряжение может быть это еще как-то не работал то что мы не знаем что это и для чего это мы не знаем что вот сам гон я никак не могу понять для чего это то есть для освещение слишком сложное мы знаем что вы другие приборы были этой серии оружие всякие электрооружие разного типа как это как сверло да вот это вообще на сверло похоже сможешь сверлили это вот это тоже на сверло похоже и это а вот просто палец а это это ну все мы знаем да что работало но не не просто чтобы ударить вот этим ёжиком а были электроудары так здесь обнаженки нету все в одежде на заднем плане с очередной такой скайп а вот это что а это горизонтальная дара хранится была вертикально это горизонтальная и вот то что я говорю кристаллы в ряд светящийся это типа формирование ну вот не хочу фантазировать это с тем же успехом может быть какой-то лазер и симфрофазотрон да вот на все я все было красиво я подумал знаешь о чем когда ты рассматривал что вполне возможно здесь разное вещество было хотя я не вижу здесь куда закладывать это вещество ну разные размеры значит разная длина был волны до разная частота соединялась сверху и снизу встречались эти волны вопрос что было там вот да вот все они встречались вот в этом в этой емкости центральной большой не знаю мне кажется здесь что-то создавалось типа как материализация чего-нибудь да типа синтеза каких-то материалов очень дал вопрос что это можно только гадать мы только гадаем потому что что мы знаем да какие у нас знания есть об этом мы и гадаем ну как обезьяна может быть пентьюм процессори примерно так да 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 квадратненько им орехи кололи может вот этот кругленько его катали детишки игрались еще дарохранительница какая же она сложная ну вообще тут они что за дары в которых хранятся какие-нибудь реально супер супер суперские дары меч волновод да волновод вот видите причем он по моему даже сушен не каменный случайно да нет это железный странно фламберг обычный фламберг еще одно представление электро электро представление все работает башенки одна правда работает нет ну здесь вот тоже все светится арки вот кстати арки а мало того еще и дерутся наверное на каких-то штукенциях о таких же электро мечах да просто представление кентавр там был да кстати кентавр не бой насмерть это скорее шоу такое скорее всего просто представление ну развлекуха для народа потому что генной инженерии были люди позабавились и русалки были кентавры и ангелы но ангелы я знаю что такое примерно это были как и десантники и планетарные и в скафандрах были что много фоток гравюр и так далее и просто скульптур они с мечами они военные десантуры того времени но вот как ангел изображены на благовещении вот я об этом видео дел дам у него прямо крылья такие как вот ну как вот этот как сейчас у героев у марвела такие же крылья то есть они как это ранен был это вообще история то есть враг то все знает на самом деле как все было и они нам спаривают то что надо промывать мозги марвел это что-то с чем-то а тут мы видим отдельные такие антенки с шариками и стрелой сюда вынесены на расстоянии чтобы собирать больше энергии пользы ровно насыщены потом их конечно же убрали где-то оставили как флагшток ну в общем все равно что как-то сказал обезьяны видят пентиум да и колют им орех или очищает банан памятью какие дракошки были на нарк ты мишу дутан пони либо дракошики здесь да вот точно наутами красивые но я на мобили не вижу но ты можешь увидеть что это кони или дракошики больше на дракошек похоже прям такие вот морды вот вот вытянуты а вот пожалуйста здесь изоляторы да уже так здесь музыкальный инструмент типа скрипки но это не скрипка типа дудочки с регистрами разной длины дудки и вот смычок у этой девушки причем видите с нимбом и у второй тоже нимб очередная работающая дарохранительница пожалуйста ну какой работаешь ты что видишь вот эти вот папа бокам это чтобы свечи держать конечно на нитку большие толстые свечки насаживали сюда насаживаются и все это зажигается лучиной да вот видишь вот это небесная сфера такая а то что внизу там переключатели разные на на квадратике таком это ну так так строили конечно для красоты иначе некрасиво без купола церкви не бывает не помолиться без купола вообще так вот это я не знаю что просто какие-то надписи типа арабской что-то типа а-ля арабская вязь а-ля девица значимый перкально нужно перевернуть да вот смотри чуть такой я по я пока я буду разбираться вот с этим и наверное где-нибудь видео сообщу что на какие-то мысли меня это навело так как я все-таки с музыкальной культурой знаком смотри наверху было ну можно вернуть дам конечно смотри наверху вот эта лента это явно типографским способом все то все это печать типа но там написано вручную и причем зеркально причем над каждым из изгибов то есть это что-то типа нот но в общем да есть о чем подумать странно вот я да но я вот над этим пока думаю потому что на кое-что это наводит мысли но как некая заготовка у нас же есть тоже вот напечатанные бланки мы там вписываем что-то вот что-то напоминает только бланк очень красивый изогнутый как и все было в то время ну а здесь мы видим престол и что на самом деле на нем стоял явно моисей моисей смотри с этим как его там с ковчегом завет или как он там называется ну да похоже на ковчега причем он из прошлого перенес уже во времена папств вот справа же два папы в таких колпаках да да вот они такие шапки носить это вот пришел лично к папе римского моисей сказать что он тебя неправильно ведет и на самом деле все должно быть иначе у меня такая версия это слет папы и лично моисей рассказывает им религии своих причем на даже не знаю на каком языке а потому что даже первые торы как бы которые вот нам говорят что они первые они они почему-то на арамейском на каком-то странном который просто еврейского языка нету есть идиш и иврит иврит это искаженный арабский а идиш это сленг скажем так феня немецкого ну это очевидный факт ну это да идиш он очень похож иврит и идиш они общаются хороший вопрос а древний арамейский да вот этот вот иврит он правда очень такой обычный первые нам говорят торы якобы первого написано якобы на арамейском на самом деле на каком языке не написано никто не знает а потому что и арамейский то он немножко придуманный ара армейский армия что это было за язык тоже вопрос потому что история то вся в 19 веке писана смотри и очень много заложено то есть карты раскопок были 19 веке люди находят и по которым идут раскопки двадцатом и и сейчас то есть что-то в 19 веке заложили оставили где заложили и сейчас раскапывают потому что артефакты подделывались тогда очень грамотно тогда очень умная сущность сделала так чтобы мы получили историю мне пишут смотри сейчас лисяк улыбака flame 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 фламберг фламберг от слов флэйм до пламя а получается фламберг это полета огненная гора что ли берг огненный холм углевую из капли устремление вверх конус и прочее бирка из бирки фламберг до flame ну пламя пнф легко меняется в ламп ламберг пламберг а у нас что вот если по-русски говорит берг 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 это медведь да кстати берк ловер агет ну увеличение гора а а если наоборот греб грести наоборот углубление гребля без гр ладно идем дальше слушай вот это конечно интересно здесь установочка тоже зависит шариком какой-то резонатор да и что-то он делает непонятно и как всегда тороит ну да помотки ну это мы тоже на стриме каком-то рассматривали просто я так для коллекции то что мне очень понравились вот эти вот полосные структуры здесь сплошь и рядом но кирпичики какие полосные структуры так строили на коленочке крепость вырезали вручную каждую ручку может быть сюда выдалбливали и палочками вырезали там да вообще круто уголька подкинули поэтому ни разу не закопченные израсты такие вышли это же элементарно израсты сделать всего лишь двое суток при определенной температуре стабильно попробуй к угольком либо дровишками и поддержать чтобы еще не закоптилась она говорит что все так точно такое же я показывал своем видео в бангладеш и такого полно там цветочки цветочки такие из терракота из кирпича и тоже такие светленькие беленькие там целые храмы такие вишну называется храм и что то что под мечеть это за ну закосить не получается . много в индии таки такого вот а в бангладеш тоже написали это храмы вишну и типа индусы тут были вот и они сделали таких храмов немерено причем этот один из таких вот я показываю стоит во дворце почему-то там в 10 метров буквально внутри причем явно он там ночью англичане построили путию мест называется путия то есть дворец великанов там восемь метров потолки два этажа всего но по восемь метров а дворец великанов и вот там тоже такой вот из кирпичей такая красота но похожа там человечки нарисованы якобы битва якобы из этого махарата и так далее ну в общем понятно что так строили причем минимум 200 лет с потопа прошло она вот как вчера то есть современный кирпич 30 но максимум 50 лет у все он крошится его нету а тут стоит до знали секреты мастера не смотри еще лишь пути да вот пути просто путь русское слово путь все что тут думать мне там пишут вот ты там хорошо конечно показал картина такая вот там античный мир но вот слова разбирать и это не твою чё там разбирать пути путь уж только трог раз рот колосс колесо чё там разбирать колос да то есть кстати тоже один был язык один просто его извратили чтобы отделить да это все понятно но это нам понятно так ты пока вот про это расскажи а сейчас пойду себе еще чайку подалю меня я же начинал один у меня сохнет буквально сильно ворву пить мечи надо бобры стоит просто строят плотину да да это где нет это это оттуда стих дэнсера ты имеешь ввиду вот это бобры которые волны сверху да ну вот расскажи я то ну мы то знаем что это такое да ну это атмосферка электричество уровне напряженности полей соответственно на одном уровне это как потому что волны обтекают разных потенциалов обтекает самые высокие выступающие части и вот тут показано как в каком месте наибольшая концентрация и соответственно где нужно ставить антенну чтобы собрать от этого места концентрации если поставить массивную структуру то соответственно вот эти вот поля напряженности вот так будут обтекать если поставить наверху шпиль вот там вот где максимум напряжённости вот этих вот этот шпиль может собирать всю энергию которые вот и иным был способом обтекала поэтому там ставят антенки ставят массивную по 2-3 метра стены структуры, чтобы плюсовой элемент земли забирать. Ставят каркас, чтобы из земли плюс или минус, неважно, там уже просто один заряд был, и чтобы его обтекал другой. И вот там, где этот большой заряд, то есть небо, обтекает здание, наверху получается наибольшее место концентрации. Разность потенциалов наибольшую можно получить именно наверху. И чтобы его усилить, его усиливают куполом, резонатором, это форма резонатора Гельмгольца, его усиливают вибрациями, насыщают энергией места. Ну, соответственно, резонатор Гельмгольца, то бишь купол, он и есть большой колокольчик такой. И наверху ставят фрактальную антенну, которая собирает все частоты. Потому что фрактальная антенна, кресты разнесенные, ну, один из способов, там, у меня есть видео на канале про фрактальные антенны нашего прошлого, почему именно крест является лучшей формой антенны широкополосной. И там ставят такую антенну, которая собирает эту разность потенциалов, передает на усиливающий рупор, и который гасит ее вниз, посылает. И, соответственно, есть резонанс волны, вверх-вниз это все гуляет. Это сейчас называется шумановский волны, резонанс шуманый и так далее. То есть, если определенная частота, по которой вверх-вниз гуляют волны, соответственно, один рупор усиливает, снизу другой сверху. Вот и все. А все это управляется чашами, либо саркофагами. Элементарно, тут все показано. Из какого-то древнего нашего учебника по свободной энергетике вот эта вот страничка осталась еще каким-то чудом, незачищенная, не уничтоженная. Просто чудо. Женя! Следующий слайд. Ладно. Соратники, перерыв. Женя придет. Мы продолжим. Продолжение следует. но добавлю опять же еще технологии интересное вот изготовление этого потому что бумагу такого качества ну сложно достать даже в современности сейчас мы делаем бумагу прессованием химией проще береза выбеливаем химией а как это все делали раньше потому что чтобы до белую бумагу просто достичь и вот сделать все такой же тонкой меньше миллиметра а мы видим на многие гравюры бумагу намного тоньше чем даже современную и она сохранилась минимум 200 лет хотя современная бумага желтеет через 20 лет 20-25 и тому много примеров то есть как сделали так что даже на поддельные бумаги напечатанные гравюры то есть на уже после вторжения подделки исторические которые на выдают там за 15 век 16 век как они даже не 500 даже 200 лет как бумага сохранилась в течение 200 лет это что за качество какая химия должна применяться откуда все это знали неграмотные мужики в лаптях вот хороший вопрос и соответственно как вот это все нарисовать это невозможно вручную просто невозможно технически это что-то вроде схемы фотографии это напечатано соответственно чтобы напечатать нужно как-то отобразить на чем-то но я думаю что поскольку нет абсолютно нигде не сохранилось никаких скажем так так я вернулся замечательно то есть если это офсетный способ то есть на надавливанием то на чем и каким образом сделали ту пластину допустим это металл на металле чем это все выдавливать я немножко прошелся по бумаге то есть какого качества должна быть бумага и бездну как ее достичь белизны как ее нужно спрессовать и чем то есть насколько мелко нужно растереть поленов порошок потом когда добиться белизны и потом как это приславать потом как это все разрезать потому что даже раздрелить не так просто и вот как напечатать вот это потому что это явно не вручную, это напечатано. Это не нарисовано. Но если это напечатано, нарисовать это невозможно. То есть это моноцвет. Это настолько ловить грани, чем нажатием. Это не кисточкой. Это не кисточка. Любой карандаш, просто-напросто пофантазируем, что это карандашом сделать. Да он осыпется, потому что только поверхность пропитывается карандашом. Да и где взять карандаш? Потому что сейчас кажется просто. На самом деле разные плотности есть. Разные карандаши, графиты, графитовые стержни. И соответственно не так все просто. То есть это не уровень неграмотных мужиков, которые там это делали. Не знаю. И соответственно, как вот это напечатали. И судя по тому, что нет нигде, не сохранилось ни одной пластиночки, это сделано не обсетным способом. То есть сначала нужно такое же сделать, только зеркально. На некой пластинке. Из какого металла она должна быть? Она должна быть из твердого металла, чтобы это все очень хорошо отпечаталось на очень плотной бумаге. потому что она мягкая, ну она просто все выпуклости и впуклости как бы сказать-то отобразит. И все. Должна быть твердая поверхность бумаги, если ты понимаешь, о чем я. Соответственно. Почему бы просто уголек, вот вам и карандаш. Да, конечно. Вот пусть автор попробует. Мне тоже такое пишут, что ну тролли, у них замечательная попытка, то есть методички обновляются, и мне просто радует. Надо видео выпустить по троллям. Тролли есть, просто грубияны, роботы. Есть тролли, которые говорят, ну а когда же практический эксперимент, это все балобойство, давай практику. Есть тролли, которые от имени разных других блогеров, в основном тех, которых легко пробить на эмоции, не буду называть. Да, вот это он еще раньше, давай, я говорю, я есть доверенность выступать от имени этого человека. И переходит на оскорбление, когда понимает, что. То есть разные теории, да. А вот так строили от самых примитивных до вот серьезных, его там серьезные расклады идут, почему все не так, а все вот почти как сейчас. Я говорю, а что ж, если так все дело было почти как сейчас, почему тогда мы не видим следов этого технологии, если это вот действительно было на пластинках, то почему не сохранилось ни в одном музее, ни одной пластинки. Это вообще удивительно. Говорят про пластинки, а их ни одной нет. Ни одной. Вообще. Вот существует вот в моем видео про Иванова, я показал оригиналы Пиранези в захолустном Иваново, ну, при всем уважении к Иванову, да, но там оригиналы Пиранези и разных других художников, и они все повествуют якобы про Рим. То есть такое впечатление, впечатление, что куча художников 19 века где-то в одном месте взяли, обучили за чей-то счет и вместо рисования того, что они видят, как Чукча, что вижу, то пою, их послали в Рим за чей счет, как они туда ехали, чтобы они там поснимали, порисовали практически одно и то же. И такое везде, в Англии, в Штатах и так далее. Везде нарисованы разваленные Рима, везде это долбаные Пиранези, которые в лицо никто не видел, якобы его сын потом распространял гравюры в 19 веке, потому что раньше в 19 веке гравюр Пиранези не было как класс, от слова вообще. И якобы в 19 веке сын его распространил эти гравюры, которые были якобы сделаны всегда. На самом деле это жалкая бледная попытка объяснить вот те развалины, которые есть. Он только развалины собственно и рисовал якобы. Но они все появились в 19 веке. То есть в 19 веке если бы эти развалины были реально в 17 веке, когда он там жил никогда там, неважно, то уже бы все заросло. Но вот эти молодые лесочки, вот эти развалины мы видим в 19 веке. И вот чтобы пообъяснить, что это было давно, что на самом деле история длиннее этих развалин. Придумали вот эту сказку про сына, который хранил эти долбанные гравюры, которые потом разослались во все абсолютно музеи, включая... Вдруг резко, да? Вдруг резко разослались. Резко, резко, резко. Вместе с такими же картинами нарисованными. И некоторые нарисованы таким качеством, что сейчас и не повторить, не вручную. Опять же повторюсь, это как и Микеланджело, это принтер лазерный нужен, потому что такой толщины не сделать. В общем, нам очень грамотно впендюрили историю, очень грамотно, продуманно. Это был супермозг, это он и есть сейчас супермозг. И к этому я перейду чуть позже. Так вот, в Иваново тоже есть такие гравюры интересные. Так что, кто-то не смотрел, если мой ролик, пожалуйста, посмотрите. Там оригинал Пиранезии в Иваново. Мумия египетская в Иваново. Стекла, стеклянные банки, которые нам говорят, что привезли из Египта, которым больше двух тысяч лет, ну как минимум. Вопрос. Ну, там у мумии белые зубы понятно, откуда. Наверное, Проктор Гэмбелл тогда еще был. Чем-то эта мумия очистила зубы всю жизнь. Зубным порошком чем еще? Они до сих пор белые. Они идеально ровные и чистые и белые, да. Вот, это раз. А второе, там стекло. Мало того, что там еще эти бюсты из разных камней, слитые воедино, то есть, там, как у Монферрана, то есть, голова, она из мрамора, а из другого материала, как бы тело, какой-то китель, да. Жалко, что у тебя фотографий нет, лучше бы их показывать. Ну, много чего нет, ну, в видео все показывал. Я сбился, так, что-то, а, стекло, да, стекло. Так вот, стекло тоже без химии не получить. Во-первых, просто расплавишь ты песочек, ну, ничего не будет. Мало того, что ты получишь кучу воздушных пузырьков, от которых не избавиться, люди пытались. Оно будет мутное, то есть, без современной химии не добавить, не получить чистого стекла. Плюс, я уже молчу, куча вещей, которые, ну, без которых стекло не сделать. Это и температурный режим, и газ, и, соответственно, в угольке ты это не расплатишь. Песочек в уголек ничего не выйдет. А нам говорят, что песочек просто расплавили, получились такие замечательные стеклянные. Чистейшие просто. Чистейшие, как вот современное стекло, да? Причем они квадратные бутылки, Карл, квадратные бутылки, пузырьки такие. То есть, это еще форма должна быть какая-то. Ну, такой бред. И вот с экскурсоводов, что, ну, не выдержал, не выдержал, как она мне там заливала. Я говорю, а что это вот такое большие здания-то? А вот художник, чтобы показать величие Бога, уменьшил пропорции людей. Я говорю, а в Питере тоже, получается, Исааки из тех же соображений увеличили. Ну, в общем, там весело. Абсолютно верно. Ну, я поржал, я оторвался просто. А, тролли начали писать. Ах ты, хам, лооо, ты хамишь экскурсоводом. Я за два дня около трех сотен людей отправил в бан. Ну, не людей и троллей, но откровенных таких. Это ужас. Просто ужас. Ладно, давай дальше. Расскажи сам. Я просто хотел вот про это добавить. Ты вот сейчас вот технике, ты как бы такой внешний осмотр сделал, а сам-то главное, что изображено здесь? Тут изображена дарохранительница, что бы ты ни говорил. Ну, смотри, здесь же человек внизу стоит. А, ты имеешь в виду про ту? Форма? Нет, вот она. Вот я про ротонду, ротонду, да? Это ротонда, да, телепорт. И вот эти волны, которые огибают, вот видишь, настроечные, да, вот эти. То есть, как они, так скажем, где интенсивность, где по разряжению. Где максимальные, разный потенциалов, где лучше фрактальную антенну ставить в широкополосную. На какой высоте, да, видишь, они все здесь как показывают. Или, скорее всего, огибание этой, установки, да, как они, волны здесь работают. Типа, как магнитные волны. Такую церковь, так называемую, как купол. Зачем ставится купол, барабан и прочее. А, это Шри-Ланка, кстати. Кристаллы оттуда убрали. Да, 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 это, кстати, Паровин Махан об этом рассказывает в своих роликах, что вот эти вот квадратики, это не то, что там лазить, а здесь в каждом из них стояли такие квадратные прямоугольные кристаллы, светились, да. Как в камертоне, да, вибрации из этой вот большой структуры да, вот из этого камушка формируется, да, и выходит и звуковую волну в световую. Представьте, сколько их убрали, там же их рядом много с этой скалой большой, которая является телом этого демона, как его, Равана, да, который окаменел просто, ну, с которым Рама дрался. А это вот дарохранительница, совершенно верно, тоже очень странная дарохранительница, красная еще вдобавок. Не, ну тут, так, насчет наших любимых звуковых вещей, вот, это я уже показывал, ну, ладно, повторение, мать учения, здесь сразу, ну, здесь изображено только одно такое устройство, да, вот сидят музыканты, играют над куполом, а это большая такая труба, видите, здесь закручивается еще, то есть, здесь, вот эта вот труба-усилитель, куда она вот это все выстреливает, этот звук, вообще непонятно и для чего, но, как видим, просто, просто, так скажем, оркестр, да что ты говоришь, это большая ложка, поварешка, половник, а наверху для вентиляции, это они вентиляцию так делают с помощью звука, да, и вот это И, С, Ф, И, это не точки напряженности полей, которые потом закручиваются, а внутри показан просто звук, как идет, это, скажем так, места, по которым этой поварешке полбу, поваренку нужно бить, не ради, правда, она какая-то большая поварешка, ну, великаны были, а, ну, да, это же людей уменьшили для того, чтобы показать величие бога, ты что, как мне это экскурсология заливало, следующее, давай, ладно, идем дальше, в общем, это большая поварешка, вот очередной камин с часиками и с подсвечниками, естественно, конечно же, с ними самыми, а часики обязательно с гирьками, либо крутили там крепостные, там пружинка стояла, или, допустим, закручивали ключиком, или крепостные крутили, или гирьки, вот, мне вот этот фонарик нравится, вообще, дарохранительница наверху, ты что? Да, это особый дарохранительница, прямо рядом с непонятным зданием, рядом с фонарем, здесь тень еще от какой-то фигни, да, да, смотри, шишечка тоже наверху, огнемет какой-то, угу, реально огнемет, средних веков, угу, ну, это, ну, это может быть, а вот это реальные, да, это же булава, ты что, с пружинками, чтоб мягче, чтоб мягче ударить, да, слушай, вот, что мне вот всегда вот удивляли, вот эти, все такие узорчики, на, допустим, да, вот то, что я показывал в гимн, я там, кстати, отснял еще материал, просто все, опять же, я говорю, руки никак не дойдут, а то, а порой и лень просто, что-то делать, реально, вот пружинки здесь внизу, зачем, по ветру развиваться, а вот эта штучка, мне напомнила, Гарри Поттера, когда они в тайную, эту, как ее, в какую-то тайную комнату, там заходили, да, специально, там вот такая фигня, со змейками, вот почему-то, мне напомнило, именно, из Гарри Поттера, сцену, когда там нужно было, что-то на змеином сказать, они раздвигались, и ты заходил. Представляешь, сколько медных зубил, сточили, при свете лучины, чтобы это все, не представляю, просто вообще, причем, медными зубилами, по меди, понимаешь, что-то потом постали, да, а, это постали, да, ну, не важно, ладно, а полировали, наверное, жопами, без вариантов, этих, енотами, да, 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 знаете, вот, вот этот, товарищ, на фреске, ну, не фреске, да, или что, это роспись, какого-нибудь храма, напоминает мне, допустим, Константина Великого, что-то такое, или какого-нибудь, римского правителя, что у него в руке, вот что у него в руке, задудка, что-ли, свирелька, или кальян, что у него в руке, хрен не узнает, он ли это, и что это вообще, откуда, ну, чтобы подделка, кейт, а венок, какой-нибудь святой, с дудкой, ты же ближе, по-моему, таких нет, слушай, а это венок-то золотой, смотри, это просто не из цветов, а именно из золотых, этих элементов, не просто венок, сразу видно, победитель олимпийских игр, конечно, качок, а соревнования было, ну да, по пузу видно, что это, соревнования было по игре, в дудку, свирель, чувак тянется, кто не верит, в том, что двери были, для людей, другого роста, ну, где-то в два раза, точно, надо, чтобы повыше, вот этот, товарищ был, или это женщина, я не пойму, не, не, на коне, самый раз, ты что, нам что, объясняешь, чтобы в конях, въезжать, в церкви, ну да, ну да, и конями открывать, так же, хрясь, так, да, подъехал, причем, заранее-то открыть, не надо, надо подъехать, вставить ключ, причем, такой большой, которым коня погоняют, наверное, открыть, затем как-то потянуть, причем, ручки нету, вот, а затем въехать, чтобы каменный прекрасный пол, подковами разбить, нахер просто, да, 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 логично же, но без вариантов, без вариантов, так строили, едем дальше, ох, красота, станок, вот, вот, он вертелся же, не вручную явно, вот, где мотор, где привод, да, где чувствую, кому, либо это звук, опять же, вибрации, либо, сняли какую-то обмотку, поскольку энергия была везде, вот, наверху, шишечки стоят, да, они передавали энергии, вибрацию вниз, то есть, они создавали контур, напряженная, магнитная, электромагнитная, неважно, как это назвать, потому что, у нас куцы, даже терминология, почему электромагнитная, якобы, вот, что такое радиоволна, говорят, вот, электромагнитное поле переходит в электрическое, а через что оно переходит, как оно одно в другое переходит, получается, это одно целое, тогда зачем разделять, в общем, в теории, столько херни нам напихали, и, не знаю, с включенным мозгом, нельзя все это понять и слушать, есть какая-то среда, в которой две эти составляющие живут, соответственно, получается, две проекции одной среды, получается, эфир есть, похоже, этот моторчик просто на эфире, на нем и работал, просто на эфире, без заморочек, совершенно верно, это мини-станок, давайте назовем это наждак, домашний, работающий, вот, от этих вот шишечек, то есть, на эфирных установках, вот и все, ну, существовали же вентиляторы Эдисона, которые промышленно выпускались до 905-го, если не ошибаюсь, года, у которого не было никаких проводов, ничего, но это вентиляторы промышленно выпускаемые, там две катушки промышленно простые и все, и к нему ничего не подходит, никаких проводов, причем там двигатель постоянного тока, там две простейшие обмотки, и они работали, это промышленно выпускаемый был образец, соответственно, и это могло работать. Почему бы сейчас такие вентиляторы не сделать? Так вот, потому что платить некому, проводов нету. Ну да, так за провода заплатить, за все. Печка следующая, вообще класс. Вот она, печечка. Ну, это правда, типа чаша какая-то. Вазочка, как и печечка. Тоже, опять шишечка наверху, купол. Здесь закручено, видишь, тоже опять. Вот, один из примеров на иконах, святая, и здесь сион. А перед этим тоже было дароохранительство. Ты что, как-то же объясняет официальная наука вот эту вот, вазу не для чего. Вообще не знаю. То есть, она не открывается даже. Ну, тут что-то написано, что это за ваза. Да, она даже не открывается. То есть, крышки там нет вообще. Кто-то мне писал, наверное, Ларису Мусанову, да, или, может, кто-то из ее там, группы, что возможно, вот эти вот, допустим, храмы, такие большие, да, или там, башни, они каким-то образом могли уменьшаться и вот так, и вот так вот их переносили. То есть, представьте себе, что увеличение, уменьшение размера, ну, как, например, описано в той же Махабхарате, только там люди могли размер уменьшать свое тело или увеличивать. А смысл? Смысл не знаю. Ну, в принципе, знаешь, как бы, с одной стороны такое устройство, которое переносишь в другое место и, а, что? Допустим, технически это возможно, а смысл? Смысл пока не знаю какой. Ведь здание не так просто, не, я думаю, это уже слишком фантазия. Может быть, это мини-утрога? Нет, это действительно устройство, как из здания, есть макро, а это мини-устройство, но с теми же целями. Какой-то генератор маленький, ну, да, возможно. И, кстати, видите, здесь тоже такой, типа кокошника. Ну, да, устройство связи. Смотрите на одежду, что на рукавах золотом обшито вокруг, и здесь соединяется, обязательно соединяется, вот она, здесь, ну, и держит, да, допустим, эту накидку. Ну, и сколько здесь золотых этих, нашивок-то этих золотых, обшивок. Ну, определенный вид энергии только золото пропускает, поэтому, занялась сейчас такая борьба, поэтому нам запрещено его носить в чистом виде. Ну, да, оно, кстати, да, продается, но так. Да, там половина, в лучшем случае, там золота нет, золота нет, с алюминием смешали. Такая политика специальная, ну, не допустить, потому что, ну, кроме как в монетах, в монетах еще непонятно, что, а в самородках, допустим, в слитках запрещено хранить, а если можно, то там, до последнего времени сдирали НДС, и все остальное, то есть не допускали. В США во время Великой Депрессии у народа просто забирали золото, ходили по домам, как у нас в революции и прочее, то есть золото дает некую свободу сознания, некую энергию, она психическую энергию сохраняет и хранит, и передает. То есть не зря же ценности передавали там поколениями, потому что некая связь через них происходит. Ну, например, цыгане, они, вот, кто не смотрел этот фильм про цыганское золото, посмотрите то, что они, во-первых, его ценят, они все свои украшения фамильные никому никогда не передают, только передают, да, из поколения в поколение, и они не зря считают, что в них хранится действительно как информация родовая и сила, ведь всем известно, что цыгане, они владеют магией, поэтому не зря они на себе кучу золотых украшений носят, они их очень ценят, они их никому никогда не отдадут, они их всегда из рода в род передают. Так что, друзья, есть над чем задуматься, для чего и украшения не просто для украшения вот эти золотые, а ну вот, пожалуйста, вам та самая египетская лампа со змеей, а вот они и эти батарейки стоят. Пожалуйста, наполняется здесь электролитом и все работает. Хотя я думаю, что здесь и без этого все работает. Само собой. Вот и золото, видите, золотые контакты золотые, какая-то спиралька золотая, да и нить внутри. Еще чтобы показать превосходство фараонов над простыми людьми. Большой размер показать, что мы больше в размере имеет значение. Обязательно. Что показать, что у фараона больше и дороже. Да, огурец. Ну, ты понял, да-да-да. Так, а это, друзья, я забыл, что это за город-то. Честно говоря, что-то Париж. Париж. Тулуза. Что мы тут видим? Опять два верстовых столба. Зачем они тут стоят, непонятно, конечно, но они верстовые. Вернее, это для въезда в город. Конечно же, лошадь. Которые генируют, как и наши колонны, они лепестричество генируют, стоящие волны в паре, потому что для резонанса, как и соборы везде. Да, понятно. Только они не работающие, потому что вот трамваи с электро этими лампами наверху тащат лошади. А лошади их тащат, колесики крутятся, машина начинает крутиться и лампочка начинает работать. Вот зачем лошадке нужны. Насчет любимых фрактальных структур. Это видимо структура воды или какая-нибудь снежинка, допустим. Вот в таком увеличенном размере. Смотрите, насколько четкие здесь четкая геометрия. Просто поразительная. как будто это деталь механизма. Вот реально. Хотя это мини там нанометры. Ну это установка. А вот это еще парочку таких же звуковых ну так скажем труб в помещении. Причем они смотрите проще проще говоря вот здесь стоит правитель говорит что-нибудь сюда внимание внимание граждане послушайте указ царя короля здесь динамик передает над телепортом установлен над нишей это теледателем мне понравилось видео разгадки истории крайне про ниши в зданиях внутри говорит здание я знаю зачем факел там стоит это уже через полчаса видео в конце говорит а зачем эти ниши снаружи здания не знаю но все видео собственно действительно а до этого много-много грузил всякими как всегда загружает загружает информация мозг включается а потом что-нибудь как скажет Женя конечно же жжет ну ладно вот там написано углы нарисованы в архе как и распространяется звуковая волна угол отражения почему-то вот именно с одного края на другой и рупоры вот эти вот ракушечные замечательно ракушки вот пожалуйста вот они ракушки которые любят слушать дети а справа видимо стена звукопоглощающая ты имеешь в виду вот это да похоже да и вот крестиками тоже они не дают звук распространяться то есть тут наоборот противоположная ситуация да интересно какая-то гравюра непонятно но ты знаешь мое мнение что скорее всего тоже новодел тоже в 19 веке но с элементами копирующий что-то из того что было у нас раньше какие-то технологии потому что не все с нуля придумывали а что-то сделали такой компот непонятно невообразимый из того что было чтобы мы не разобрались но слепили из кусочков более-менее полную картину вот тут вот полу что-то такое разрушенное полу оставленное тоже ну я понимаю что это тоже картинка да но кое-какие детали технологии остались вот я например не пойму что это за штука здесь торчит тушить шип типа динамика такого знаете там из которого люди гуляют в этом парке там не кочегары мы не плотники да там что-нибудь такое там тогда несется она разносится в общем это просто кук может быть излучаться и иглой электроволной напрямую как и в мозг и в пространство и разными и просто-напросто искрой электроискрой да это электродуга электродуга дуга там просто модуляция звуковая передается накладывается и все и все нормально еще давно-давно было видео не знаю чуть не десятый год когда вот эта искра то есть телебашни шло заземление и там была искра да-да-да там она помнишь да-да-да это старая советская там это радио радиостанция да и вот ее использовали там кабель какой-то внизу лежал просто искру создали и она перед это звучало там разные каналы причем это радиоканал там их они все подряд там в ней были и вот сейчас в крайнее видео у Аспика тоже человечек ну он технарь он рассказывал про нам много конечно я с ним не согласен но он показал как из искры излучать извлекать звук тоже хороший пример да нет да мне там тоже понравилось но я так отрывками посмотрел потому что времени нет да все там смотрите и нечего и незачем то есть я рад что больше больше людей говорят о звуке о ртути о технологиях о магнетронах и прочее то есть те темы которые там я и ты поднимали чуть ли не год назад начали сейчас другие каналы хорошо вольнодумец ждем когда он скажет про звук про вибрации а Артем Войтенков познавательное ТВ тоже написал и статью и снял видео зачем церкви были сделаны так чтобы держать вибрацию даже и он тоже ух ты и он тоже да то есть я надеюсь что все заговорят про звук и про вибрацию о том как из из вибраций получать энергию и наоборот да и наоборот вот я опять же делаю отсылку к своим сериям друзья кто не смотрел заходите энергетика прошлого их там целых семь серий поначалу там дурацкие там звук плохой потом они чуть лучше стали там но там вот много всего поднято тем да много-много пытался я впихнуть в эти серии ну уж что получилось и там об этом тоже обо всем есть и про церкви и про эти ой да про про пирамиды да вот которые мы сейчас показывали стеллы купола там кресты а чё я а чё я а чё я а чё я давай всё в одно сведём как бы итог некий да можно серию видео смотреть людям некогда одно сделаем можно можно ну опять же там надо по чуть-чуть говорить потому что оно растянется надолго ну да там придётся вот вот это звуковой инструмент вот смотри вот это звуковой пожалуйста вот один резонатор гельмгольца такой маленький как купол только наоборот вот он вибрация идёт снизу и по шнуру передаёт на больший и он крутит это напоминает устройство Джона Килли у Джона Килли были такие же моторчики моторчики такие же с такими же шарами которые крутили которые качали воду и так далее но это его объявили мошенником чуть не приговорили технологию закрыли хотя вот это просто было применение в современном виде в конце 19 века допотопных технологий наших человеческих технологий которые к сожалению попали под запрет потому что технологии свободной энергии наш враг нам запретил использовать это он направил нас на переменку он сказал Тесле перевести всех на переменку за свободной энергией все его эксперименты по свободной энергии тоже прекратились все его шары и прочие прочие башни то есть это в современных уровнях в данный момент даже когда я про это Джона Килле узнал про его звуковые двигатели они меня стали на тот момент больше интересовать и удивлять нежели все вот эти электрические эксперименты Тесла хотя он грандиозный эксперимент проводил и добился многого но опять же не сам это придумав а использовав уже имеющийся но звуковые технологии Килле меня как-то больше удивили потому что из звука сделать энергию допустим запускающую мотор это вообще это нечто а ты смотрел одно из видео недавнее совсем Мишина где он говорит про акустогенератор и первая фраза он начал это то что современные трехфазные двигатели работают на акустических резонансах я почему-то не удивлен ну он имел ввиду там что те же принципы волны всего прочего потом он долго все это объясняет первую фразу но вот он такой вот замануху такую сказал сейчас наверное все практики просто в обморок упали и рыжет ну он своеобразный юмор у него технический молодец ну вот здесь то же самое один акустогенератор подает как иницирующий сигнал на большой это то же самое мы видим в церквях наверху антенна которая передает энергию вибрацию на маленький купол потом через барабан резонатор это все стабилизируется усилится подает на больший купол ну все то же самое и передает вниз где внизу стоял престол и гуляют туда-сюда и здесь то же самое в резонансе гуляют под энергией вибрации ладно давай дальше набор мастера ключей короче набор средневекового сантехника допотопный детский лего ага это допотопный детский набор а ну-ка я электрик юный техник только мы не знаем ни хрена что за техника собиралась но похоже на детский такой набор точнее набора нет это коробочка набора да это просто эти как ну там еще одна была куда вставляется для чего-то о чем мы не знаем каждый ребенок пятилетний знал больше чем мы город 7 5 шарики вот типа что-то ваджеры вот какие-то каких обезьян из нас сделали жене я пипец я тупой ну а я еще тупее тупой еще тупее это про нас оказывается фильм про нас тупой еще тупее потому что мы вот говорим о чем-то мы ничего не знаем на самом деле мы предполагаем говорим термина какие-то говорим там что нам знакомо люди нас смотрят ну тупые да как задорнов да ну то я его и копирую ну тупые так давай дальше 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 вот нью-йорк да манхетт причем всякие небоскребы давным-давно уже есть да этот парк который якобы 800 по-моему 76 год тогда еще сделан и якобы вывезли 10 миллионов телег причем этот парк сделан тогда когда по официальной версии до него еще километров 5 то есть было свободных то есть целую деревню якобы у индейцев выкупали чтобы сделали парк ты представляешь сейчас ну условно да в Москве ну сейчас конечно бред с этим архангельским шиесом но вот под Екатеринбургом где-нибудь в Москве выкупить огромное поле чтобы сделать для москвичей парк то есть Москва еще не доросла до этого уровня и тут то же самое вот тот парк вот этот прекрасно да когда еще официально одна звездная крепость была на месте вот этого пятачка с небоскребами и до них до этого парка еще километров 5 было и там сделали парк и по официальной версии подтверждено якобы запись записьми 10 миллионов телег блин чтобы 10 миллионов телег грунта вывезти это нечто это мягко говоря то есть одна телега это максимум одна тонна земли ну максимум чтобы разгрузить одну тонну земли то есть это 10 миллионов тонн плюс это телеги повторяю то есть полгода убирается потому что слякать и прочее ты не вывезешь ни хрена плюс это лошади им нужно кушать им нужно отдыхать им нужно какать извиняюсь конечно их нужно кормить и все прочее то есть ну 2 телеги максимум в день а то и одну и сколько это нужно лошадей то есть в какую сторону это все вывозилось миллионы лошадей сказки 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 да нужно подменные лошади нужно потом как-то переобувать на зимнюю резину то есть переподковывать и так далее но это все фигня им нужен надсмотр вообще каждый и на какое расстояние то есть это одну в день получается чтобы 10 миллионов телег вывезти 10 миллионов то нужно я не знаю сколько человек и дней но за 100 лет они не управятся точно и что за необходимость такая мобилизация ресурсов когда мягко говоря гулять в этом парке еще некому но по официальной версии там чуть не в 805 году план сделали и только в 807 практически неважно начали приступили к исполнению и сделали всего за 2 года этот парк причем там такие металлические структуры там стоит огромный резервуар там стоит из мегалита дамба вот как ты показывал из гранита и прочее прочее то есть чем они там резали такой бред вся история США такой бред особенно Сан-Франциско например рассматривали эту панораму а вот тут друзья ну это конечно же где-то сказано что это типа мечеть где-нибудь там не в Багдаде а не знаю где-нибудь в Кабуле а без вариантов еще детская мечеть ниже справа смотри здесь две это ну это вернее как бы сказать я не знаю как называется там мусульманстве да там ну вот это просто две ротонды вот одна побольше другая поменьше все нет чайхана детская чайхана все просто да пушки такой форме ну так строили для красоты о да друзья стрим идет уже три с половиной часа даже не давай закругляться наверное давайте на этой прекрасной ноте закруглимся что здесь две ротонды телепорт для людей побольше и для нас для взрослых и для детей чайхана чайхана для всех ресторан ресторан окошки из крестовую крестоносцы принесли из крестовых походов из костелов готических соборов видишь одна и та же форма все на этой прекрасной ноте и закончим закончим в общем друзья я надеюсь вам понравилось как всегда необычно невероятно продолжаем удивлять и я надеюсь мы вас хоть чем-то удивили потому что повторение мать учения но новая информация она тоже присутствовала чем тупые могут удивить да да мы же тупые еще тупее всем спасибо извините что ваши вопросы здесь мало зачитывал ваши сообщения в основном старались вещать в этот раз так что спасибо за общение ждите новых видео заходите на канал Ильи у меня не каждый день давай да ну и у меня тоже будет у меня вот ты молодец что выкладываешь да отснятый материал а у меня он лежит хотя я могу его нарезать и выложить мы по метро уже сколько месяцев рожаем все ладно это уже не для зрителей дойдет давай ничего дойдем мы сняли когда в июле все снято что оно валяется и не только по метро ладно давай все пока дойдем и про этот портал не доделали про метро начнем про метро хоть выложили да про метро надо добра все пока спасибо красивую картинку там с волнами а еще одна информация такая маленькая по РЕН-ТВ вот я уже говорил в начале стрима что стали упоминать что что возможно древние использовали волновые технологии каким-то образом так что Илья круто волновые технологии на РЕН-ТВ уже упоминают во всем буковые волновые что вся история да да а мне не верили так что да друзья в общем спасибо всем добра всем счастья тепла света и добра до скорых видео спасибо и продолжаем Продолжение следует...